Ребят, всем привет! Рада видеть вас на моем канале. И сегодня у нас традиционный ролик фавориты, в этот раз это фавориты октября. Ну и давайте начнем с книги. Книга, которую я прочитала просто с огромным удовольствием в этом месяце, это Джонатан Смит «Псевдонаука и паранормальные явления. Критический взгляд». Надеюсь, что вам не отсвечивает. Книга это справочник скептика по паранормальным явлениям. Ее автор Джонатан Смит, клинический психолог и профессор психологии, всю свою жизнь посвятил борьбе со стрессом. Ну, не в плане того, что он боролся со своим стрессом, а в плане того, что он изучал стресс и методы борьбы с ним. И также он заметил, что очень много псевдонаучных разных течений в этой области существует. И даже основал институт стресса при университете Рузвельта, чтобы как раз бороться с псевдонаучными заявлениями, со всякими течениями и вообще с псевдонаукой в своей области. Ну и поскольку различные паранормальные явления представляли для него всегда большой интерес, он выпустил множество научных работ как раз на эту тему. И вот эта книга «Псевдонаука» как раз одна из таких работ. Это действительно справочник или энциклопедия, которая обучает критическому мышлению в плане как раз паранормальных явлений. Ну, строго говоря, в ней перечисляются теологические ошибки, различные ошибки памяти с точки зрения психологии, различные факты истории, физики, которые, в общем-то, дают понятие о том, какие именно ошибки и неверные выводы заставляют нас верить в паранормальные явления, заставляют нас верить различным шарлатанам. И в том числе мне очень понравилось, что в этой книге как раз много-много исторических каких-то фактов, а также перечислений тех приемов, которыми различные мошенники заставляют доверчивых людей верить себе. Поэтому, если вы хотите узнать об этом побольше, то очень рекомендую вам прочитать эту книгу, хотя нужно сказать, что она вообще достаточно трудна для чтения, как, в общем-то, и любой справочник или энциклопедия. Давайте перейдем к косметике. Косметики в этом месяце любимой было немного. Одна из таких это Вельвет Волюм от Макс Фактор. Как всегда у этих тушей, у этой туши силиконовая щеточка довольно большая, очень хорошо прокрашивает ресницы. И, кроме того, самое главное новшество в этой туши то, что у нее текстура мусса. Поэтому ресницы, когда ей красишься, они остаются такие мягкие, и можно надстраивать слой за слоем. Поэтому эта тушь не дает комочков благодаря вот именно этой текстуре. Я не заметила, в принципе, в ней никаких минусов, ну, потому что эти туши мне вообще нравятся. Ну, может быть, она не так легко смывается, как хотелось бы. То есть она, ну, у меня, например, не смывается только теплой водой. Но в остальном я ей очень-очень довольна. И всем, кто любит вот именно туши от Макс Фактор, я советую попробовать эту новинку. Следующее косметическое средство, которое тоже в этом месяце мне было очень приятно, это новый тональный крем Fluid от Maybelline. Называется он Dream Satin Fluid. Конкретно этот тональный крем представлял компания Maybelline на своей презентации и дала блогерам попробовать его. Вот, честно, я тональными кремами Maybelline вообще-то не пользовалась, по-моему, даже никогда. Ну, как-то, как-то не складывалось у меня с ними. Ну, вот первый раз попробовав их тональный крем, я вообще-то считаю, что он очень неплох. Он действительно имеет такую текстуру флюида, очень легкий. К сожалению, он не перекрывает недостатки. То есть, ну, действительно, очень легкое покрытие. Но, наверное, вот в этой легкости его плюс, потому что он, как написано, не забивает поры. То есть, ну, я предполагаю, это то же самое, что не комедогенный. Не знаю, почему именно написали не забивает поры. И плюс к тому, он имеет очень приятный, ароматный, вообще очень комфортное ощущение на лице. К сожалению, сейчас у меня с кожей не то, чтобы все очень-очень хорошо, чтобы я могла довольствоваться только вот этим вот тональным кремом-флюидом. Ну, по крайней мере, для съемок. Но я надеюсь, что когда у меня немножко пропадут какие-то недостатки, которые, ну, я не знаю, в силу осени, наверное, повысыпали, он будет мне больше подходить. А так, мне кажется, очень приятная такая новинка. И я думаю, что я буду им пользоваться с большим удовольствием. Следующий фаворит октября — это фильм. Я бы не сказала, что это фильм, который прям, боже мой, какой потрясающий. Потрясающий, но очень приятный, очень милый. Это фильм голландский, называется он «Сюрприз». Это комедия, такая черная комедия. Сюжет повествует о том, как богатый миллионер, он не видит смысла в своей жизни и подписывает контракт, по которому с ним должен произойти несчастный случай со смертельным исходом. Но, в общем-то, когда контракт уже подписан, он встречает девушку, которая тоже подписала подобный контракт. И что из этого выходит, можно узнать в фильме. Фильм действительно веселый, легкий, милый, забавный. И если вы хотите просто провести приятный вечер дома, то советую вам его посмотреть. И для меня, например, очень как-то, как глоток свежего воздуха, фильмы не американские, а именно европейские, французские, например, мне очень нравятся фильмы. Иногда интересно посмотреть какие-то скандинавские фильмы, но скандинавские фильмы — это скорее драмы, либо триллеры. Так что советую вам посмотреть фильм «Сюрприз». Ну и последний такой большой блок фаворитов в этом месяце — это каналы о жизни в других странах. Конкретно каналы об Азии. В этом месяце я прям очень увлеклась. И, наверное, ну, это были те каналы, которые я смотрела чаще всего. Даже я бы сказала, что на другие темы я как-то не очень уже смотрела в этом месяце ролики. Мне вообще очень нравится вот эта тема жизни в другой стране. Мне очень интересно, особенно во всяких экзотических и загадочных странах. И первый канал, о котором я вам хочу рассказать, называется «Made in China». Ведет его очень приятный молодой человек по имени Касем или Касым. Я надеюсь, что я правильно назвала его имя. И он такой веселый парень, который живет уже несколько лет в Китае. Очень так интересно, захватывающий, с юмором рассказывает про Китай. Советую вам зайти и посмотреть, потому что, ну, действительно, очень с большой душой, с большим энтузиазмом делается этот канал. Мне прям очень нравится. Последнее время я, наверное, ну, огромное количество его роликов посмотрела. И смело могу вам рекомендовать сделать то же самое. Ну, и следом идут два канала о Японии. Я думаю, для людей, которые интересуются Японией, эти каналы точно совершенно знакомы. Первый канал — это Изумичан. Это девушка из Одессы, которая уже живет, ну, тоже несколько лет в Японии. Рассказывает о своей жизни, о том, как она учится в университете, о японцах. Ну, в общем, обо всем. Очень приятная девушка, очень обаятельная. Тоже очень мне нравится именно вот наблюдать за какими-то ее рассуждениями о Японии. И о своей жизни. Так что заходите. Все ссылки будут под этим роликом в инфобоксе. И следующий канал также о Японии — это, ну, я думаю, канал, который вот известен всем-всем-всем точно, кто интересуется Азией. Это Шамов Дмитрий. Молодой человек, который живет в Японии со своей женой Японкой. Очень интересным был цикл видео у него, когда он со своей женой приехал в Россию. И она пробовала разные русские продукты. И рассказывала, как ей они нравятся. Потому что понятно, что у японцев вообще совершенно другое представление о том, что вкусно, невкусно. И вообще, как оно ей понравилось. Мне лично было прям, ну, очень интересно посмотреть. Я рада, что большинство продуктов ей понравилось. Ну, и, конечно, собственно, о Японии тоже он очень много снимает и рассказывает. И практически, вот, наверное, все, что вас интересует в Японии, можно узнать на его канале. В общем-то, это были все фавориты этого месяца. Вот такие коротенькие, но, тем не менее, очень любимые. Я надеюсь, что вам этот ролик понравился. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что в этом октябре вы любили, что нравилось вам, что вас заинтересовало. И спасибо вам за просмотр. До встречи в следующих роликах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok